Тема «Как щить Бога своими деньгами?» Возможно ли это? Может ли такое быть? Большинство людей, только заслышав о деньгах в церкви, или о деньгах и Боге, представляют тарелочку для пожертвований. Вот почему многие не знают, как это делать. Теперь послушайте. Бог хочет, чтобы мы смотрели на свои деньги, как на святую жертву. Совершаемую, как поклонение Ему. Без этой жертвы наше поклонение несовершенно. Бог хочет, чтобы мы смотрели на свои деньги, как на святую жертву, совершаемую как поклонение Ему. Без этой жертвы наше поклонение несовершенно. Недавно мы выяснили, ничто не должно занимать первое место в вашей жизни, в том числе и деньги, деньги и поиск денег. На первом месте должен быть Бог. Если мы начнем искать деньги, то станем жертвами, рабами мамонны. Когда человек управляем духом мамоны, то конец жизни может быть весьма плачевным. Откроем 15 главу послания к римлянам, 4 стих. Римлянам 15, 4. Читаем. «Ибо все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы, благодаря терпению и утешению, которые даются Писанием, могли иметь надежду. Все, что написано было прежде, особенно то, что написано в Старом Завете, было написано для чего? Для наставления, чтобы через эти вещи мы могли иметь надежду. Что я сделаю? Открою Ветхий Завет, и мы вместе исследуем эпизоды Ветхого Завета и впитаем наставления из них, и столкуем их в свете благодати. Вот так мы ответим на вопрос, возможно ли поклоняться Богу нашими деньгами? Почему этот сегмент жизни так важен? И зачем я должен питать интерес к этим вещам? Откройте 23 главу книги «Исход». Исход, глава 23. Если открыли, то прочитайте 14 стих. Исход, глава 23, стих 14. Люди, я люблю Иисуса. Хвала Богу. Что-то происходит, когда у тебя нет выбора, кроме как довериться Богу. Аминь. Исход, глава 23, стих 14 и 15. Перескажите моей жене то, что я проповедую сейчас. Ей пришлось остаться дома, а я, к сожалению, появлюсь там попозже. Тут с вами интересно, и я пробуду здесь долго. Все дома, а Крефло упражняется в английской речи. Я проверю. Исход, глава 23, стих 14. Читаем вместе. Три раза в году празднуй мне, наблюдая праздника пресноков. «Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не являются предлецом мое бездоров». В расширенном переводе последняя часть 15 стиха звучит так. «Никто не должен появляться передо мною с пустыми руками». Никто не должен появляться передо мною с пустыми руками. Исход, глава 23, стих 14 и 15. Здесь Бог устанавливает правила для всех мужчин и среды сынов Израиля, для всех мужчин, входить в Иерусалим три раза в год. Я проверял. Это была заповедь из закона для того времени. Они должны были поклоняться и праздновать перед Богом в храме. Три раза в году они должны были поклоняться и праздновать перед Богом в храме. Что это было за поклонение? Ведь большинство из сидящих... Теперь вопрос для зала. Что такое поклонение? Тут же на память приходит музыка, верно? Служение, поклонение, песни. Чем оно является для вас? Чем еще оно является для вас? В большинстве случаев мы поднимаем руки, поклоняемся. Господь, мы поклоняемся Тебе. Всегда поклонение ассоциируется с музыкой, верно? И вы, конечно же, правы. Но нам нужно понять, что же это такое. Ведь евреям было дано предписание в законе, постановление, приходи три раза в год, чтобы приносить в жертву поклонение и праздновать пред Господом. И они не должны были являться к Нему с пустыми руками. Всякий раз, приходя к Богу, в их руках должны были быть приношения. Так что же за поклонение там было? Откроем 22 главу книги Бытие. Бытие, глава 22. Тише, малыш. Так-то лучше. Бытие, глава 22. Стих 1. И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам воззвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Как вы думаете, сказал ли Авраам, «Сынок, постой-ка тут, пока я пойду и спою песнь хвалы». А потом они вернулись? Нет. Что он собирался сделать? Авраам шел к той горе, чтобы исполнить порученное Богом. принести сына в жертву. Именно это праотец и собирался сделать. Авраам назвал это поклонением. Восхождение на гору и послушание Богу он назвал поклонением. «Подчиняюсь тебе». Наилучшее поклонение — это послушание. Наилучшее поклонение — это послушание. послушание — это жизнь поклонения. То есть мы готовы делать то, к чему призывает Бог. Позволяя Ему вершить свою волю и поднимаясь в гору, мы исполняем ее. А по исполнению Его указаний возвращаемся к Нему. Весь этот процесс Бог назвал поклонением. Все скажите «поклонение». Откроем Псалом 95. Сегодня я прошу вас вдумываться в каждый стих. Недавно я услышал анекдот про умирающего старика. Приходят к нему налоговый инспектор и его юрист. Старик прямо перед смертью сажает инспектора по одну, а юриста — по другую сторону от себя. «Зачем?» — спрашивают они. Иисус умер между двумя бандитами. То же самое делаю и я. Ну да ладно. Вернемся к духовному. Псалом 95, стихи 8 и 9. Итак, поклонение — это послушание. Читаем вместе стихи 8 и 9. Готовы? Читаем. «Воздайте Господу славу имени Его, несите жертвы и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу в красоте святости. Трепещи пред Ним вся земля». Есть три удивительно изумительных факта в 95-м гимне Давида. Во-первых, мы только что прочитали «Несите жертвы и воздайте Господу славу». Сколько раз мы приходили в церковь, говоря «О, Господь, мы воздаем Тебе славу». И тут же он говорит «Несите жертвы и воздайте Господу славу». То есть, если не принесешь пожертвования, согласно прочитанному нами в Ветхом Завете, то и славу Богу не воздашь. Во-вторых, что мы видим здесь? Принесение жертвы открывает доступ к Божьему двору. Если мы приходим к Нему без жертвы, у нас нет права войти в Божье присутствие. Это было в ветхозаветные времена. Вот чем они были заняты в эпоху до Первого пришествия Иисуса и благодати Господа. Они говорили «Если не принесешь жертву, не воздашь славу, не принесешь пожертвования, то у тебя даже нет права помышлять о доступе к Богу». Я имею в виду предписание, которое мы читали. В-третьих, Бог предназначил нам приносить жертвы. Это часть нашего поклонения. Это свидетельствует нам, что поклонение несовершенно, пока мы не принесем жертву Богу. А теперь прыгнем в Новый Завет. Как тут ясно сказано, что же происходит здесь? Кто-то, возможно, не понимает, что такое слава. Ведь в церкви нас учили, «Давайте воздадим славу Богу». «Господь, мы воздаем Тебе славу». И мы думаем, что воздавать славу можно только устами. «Господь, мы воздаем Тебе славу». В некоторых переводах это передается словом «благодарение». Но впервые слово «слава» было использовано для обозначения материального богатства и благословений. Хотите, прочитаю? Бытие, глава 30. Бытие, глава 30. Стих 43. Стих 43. Бытие, глава 30. «И сделался этот человек весьма богатым, и было у него множество скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот какими богатствами он обладал. Бытие 31.1. «И услышал он слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у Отца нашего, и из имения Отца нашего составил». Сюда, как я вижу, подошло бы слово «имущество», но в переводе короля Иакова стоит «слава». Они называют имущество Отца своего, взятого Иаковом, славой. Да, это слово упомянуто впервые. Согласно закону Первого упоминания, но нужно изучить и поразмыслить над остальными отрывками, где оно употреблено в Библии. Здесь оно употреблено впервые в значении материального богатства, благословения. Откроем Псалом 48. Будьте внимательны. Псалом 48, стих 17. В 17-м стихе сказано Псалом 48, стих 17. Если нашли, скажите «Аминь». Прочитаем стихи 17 и 18 вслух вместе. Готовы? «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего. Слава его! Если слово «слава» здесь, что оно здесь символизирует? Материальное богатство, благословение, верно? Еще один стих. Аггей. Хагай. Придется искать в оглавлении. Кто-то спросит, а разве в Библии эта книга есть? Это пророческое слово для вас. Глава 2, стих 7. Спасибо, Господи. Бог не человек. Недостатка в благах Бог не испытывает. Стих 7. Большинство подразумевает здесь дым. Нет. Читаем следующий стих. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь, слава сего последнего дома, а мы живем в век последнего дождя, поэтому мы часть последнего дома. Слава сего последнего дома будет больше, нежели прежнего. Иными словами, тот, чем обладал Соломон, не сравнится с тем, что Бог может сделать в последнем доме. О, да! Услышите сказанное? «Слава сего последнего дома будет больше, нежели прежнего, говорит Господь воинств. И на месте сем я дам мир, говорит Господь воинств». Здесь ясно видно ветхозаветное учение об имуществе, деньгах, и строгий наказ не появляться пред Богом с пустыми руками. А если человек пришел к Нему ни с чем, то у него не было права на доступ к Творцу. Если человек приходил к Богу с пустыми руками, то о славе Божьей вообще не могло быть и речи. Как применить те истины к себе? Откроем 12-ю главу Послания к Римлянам. Читаем первый стих. «Посему умоляю вас, братья, милостями Божьими, представьте тела ваши в жертву живую, святую, приятную Богу. Это будет разумным служением». В расширенном переводе сказано так. «Поэтому прошу вас, братья, и умоляю, видя всей милости Бога, раз и навсегда посвятите Богу свои тела. Как? Как живую жертву, святую, посвященную, освященную и полностью угодную Ему. Это разумное, рациональное, мудрое служение и духовное поклонение. Минутку. Мое тело не есть духовное, оно материальное. Так что же делает мое материальное тело частью духовного поклонения? Тело у меня материальное, однако здесь подразумевается, как определить, служу ли я своим телом Богу. Ответ. Посвятил ли я тело духовному поклонению, предоставив тело Богу моему как жертву? И если посвятил, Бог говорит, твое физическое тело стало частью духовного поклонения. Несмотря на то, что оно материально, ты отдал его мне, и оно стало частью духовного поклонения. Так же дело обстоит и с деньгами. Деньги не есть нечто духовное, но могут стать таковым, если правильно их использовать. Когда мы отдаем деньги Богу, то пусть они и вещественны, но становятся частью духовного поклонения. Вы же отдаете их Богу в жертву. Вы говорите, «Бог, Ты благословил меня тем, что у меня есть, и теперь я отдаю тебе». Неожиданно, ваше приношение материального становится частью духовного поклонения. Если взять вещественное, будь то деньги, имущество или иное, и посвятить Богу, «Жду Тебя этими благами, отдаю Господи в жертву, то небеса воспримут это как часть нашего духовного поклонения». Понимаете? Леди и джентльмены, когда мы приносим Богу часть своего дохода, что сохранили, таким образом мы жертвуем себя самих. Нет более святой жертвы для Бога, чем сам святой. Павел говорит о принесении себя в жертву живую. Мы много времени посвящаем зарабатыванию средств. Итак, когда мы жертвуем деньги, то в действительности жертвуем самих себя. Годами люди считают приношение своих кровных пустяком. «Небо и деньги несовместимы». Вы это говорите, чтобы заполучить наши финансы. Но раз так, то покажу стихи, которые вас удивят. Во-первых, готов показать, что Бог ведет учет всех ваших приношений, внося в Него все подробности. Вы думаете, что придете на небо, и там не спросят о ваших пожертвованиях. Поразмыслим. Ведь что вы слышите от большинства церковных знатоков? Они и слышать не хотят о деньгах. Когда вы придете на небо, то увидите учет всех своих пожертвований. Даже больше скажу. Здесь стоят ангелы, которые считают ваши пожертвования. Ну и чем докажете? Готов привести довод. Помните, как Иисус сидел около сокровищницы в храме? И он продолжает смотреть на пожертвования. Отдавая деньги, вы отдаете часть себя, и большего дара Богу дать не можете. А в вашем представлении пожертвования — это всего лишь деньги. Это дух мамоны, который заставляет вас думать, деньги — это самое важное. Я проповедую о мамоне и других вещах. Вы же сидите и помышляете. Ну да, конечно, понимаю. Тут дело не во мне. Друзья, проблема в вашем сердце. Когда я начал учить о процветании несколько лет назад, на меня были такие нападки. Просто жуть. Меня искали. Человек по фамилии Доллар проповедует о долларах. Они как с цепи сорвались. Я годами доказывал, что процветание — это не только деньги. Оно больше, чем деньги. Люди этого мира дают ему такое же определение. Мирские люди, не спасенные, говорят, «Мы знаем, что процветание — это не только деньги». Поэтому пришлось потратить время. Сначала в тебя летят камни, когда приходится прокладывать путь. Но в конце концов, все нормализовалось. Я покажу вам из Неемии. Простите, из книги числа 7. Покажу вам первый бланк счета и то, что мы дадим отчет Господу, прежде чем увидимся с Ним. Числа, глава 7. Если открыли, то прочитаем стих 10. С 10 стиха. «И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношения свое перед жертвенник. И сказал Господь Моисею, «По одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника». В первый день принес приношение свое на Ассон, сына Минадавов, от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо весом в 130 стиклей, одна серебряная чаша в 70 стиклей, по стиклю священному, наполненной пшеничной мукой, смешанной с елеем, приношение хлебное, одна золотая кодильница в 10 стиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец, два всесожжения, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агонцев. Вот приношение на Ассона, сына Минадавова. Как все досконально, а? Далее продолжается описание остальных даров. Дамы и господа, весь этот подробный бланк счета дан нам для чтения. Бог тщательно изучил отчеты тех правителей. Если так было в Ветхом Завете, то что же скажем о Новом Завете? 12 глава Евангелия от Марка. Стих 41 Вы слышали историю о двух лептах бедной вдовы? Прочтем. Стих 41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших сокровищницу. Каким образом?» Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все, на что жила. Итак, Иисус говорил о том, что положившие больше всех жертвовали из того, что у них осталось, а не о том, сколько они отдали. Продолжение следует...